Здравствуйте! У нас существует такой параметр, которым мы измеряем свою работу, среди прочего, как группка хижин. Буквально сплоченность группы, имеется в виду парламентская группа, то есть фракция. И вот этот самый группка хижин у нас во фракции Реню 95% примерно. И я обычно где-то в этих пределах держусь, то есть моя так называемая лояльность политической группе 95% с маленьким хвостиком, 95,3% или что-то в этом роде. Но вот вчера и сегодня я грешу против этого принципа и не голосую со своей парламентской группой по противоречивым документам. Один из них, как вы уже, наверное, знаете, о котором мы голосовали вчера, резолюция о признании России ценой спонсором терроризма. И второй, будем голосовать сейчас здесь через два часа в Европарламенте в Страсбурге, это регуляция о непризнании Европейским Союзом российских паспортов, выданных на оккупированных территориях. Просто поясню, почему я это делаю. Начну с конца, с этих самых паспортов на оккупированных территориях. Мне кажется, в этом мало логики, еще меньше человечности. Если мы считаем, что кого-то оккупировали, наверное, этих людей надо наказывать дважды. Очевидно, что нет выбора, и когда кончается паспорт Украины, приходится обращаться за тем, что есть, а именно за паспортом России. Люди без документов лишены многих доступа к социальным услугам, доступа к здравоохранению и так далее, и тому подобное. Требовать от них таких жертв, наверное, все-таки неразумно, сидя здесь в теплом Страсбургском пузыре. Кроме того, я напоминаю коллегам, что некоторые страны Запада не признавали оккупацию стран Балтии в советское время. Однако паспорта, выданные Советским Союзом, признавали. И те, кому удавалось, ездили на Запад. Не потому, что ездили мало, не потому, что не признавали паспорта, а потому, что не выпускали из страны. И действуя так, как мы действуем сейчас, мне кажется, что мы нарушаем какие-то фундаментальные человеческие нормы. Это почему я не проголосую за непризнание документов, выданных на оккупированной территории Российской Федерации. Осуждая агрессию России против Украины, я не могу поддержать дополнительное наказание тех, кто и так уже пережил ужасы войны. Я считаю это бесчеловечным и неправильным. Что касается резолюции, о которой мы голосовали вчера, я об этом уже говорила в СМИ, но повторю еще раз. В Европейском Союзе нет законодательства, которое определяло бы, что такое терроризм и что такое страна спонсора терроризма. Поэтому, когда мы принимаем такую резолюцию, мы просто ругаемся. Это не имеет никаких юридических последствий. Это выражение своего отношения к происходящему, которое не должен себе позволять парламент, потому что мы все-таки законодательный орган, а не просто какое-то собрание людей, выражающих свою позицию по тому или иному поводу. Мы не знаем, какими будут, если будут последствия этого акта. Мы говорим, что Россия – это она спонсор терроризма, и просим Еврокомиссию придумать, как теперь с этим быть. Мне кажется, что ход действий должен быть обратным. Сначала вырабатывать какая-то рамка законодательная, и уже потом мы смотрим, подходит под нее или не подходит какой-то определенный случай, какая-то страна, какая-то ситуация. Вот, собственно, по этой причине я не голосую. Я воздержалась по резолюции о спонсоре терроризма, потому что если бы я голосовала против, это могло быть состояние как поддержка войны. В этой войне я ее не поддерживаю, но я проголосую против непризнания документов по причинам, которые я уже озвучила. Желаю всем хорошего дня и побольше хороших новостей, не таких, как эти.